В одном из своих видео мы уже поднимали вопрос электролитов. А в этом видео я хотел бы более детально остановиться на использовании растворов электролитов, какие они бывают. Вообще-то это целый цикл видеороликов, потому что за один ролик нереально это все снять, это будет очень большой ролик. Но мы постараемся более детально остановиться на определении степени обезваживания телят, вот какие есть методики, способы и применение электролита, практическое применение электролита. Согласно научным данным, за один день поноса теленок теряет от 5 до 10% массы тела. При этом потеря более 8% массы тела требует немедленного лечения, а потеря более 14% массы тела может грозить гибелью теленку. Поэтому так важно не упустить момент, каждый день следить за состоянием своих телят, проводить мониторинг, желательно его проводить перед паением, это утром, вечером, если двухразовое паение, или трижды в день осматривать. Перед тем, как задавать любые молочные продукты, заменитель молока или цельное молоко, нужно осмотреть всех телят на наявность диареи. Есть несколько признаков диареи. Первый признак и самый явный – это выделение. Обращаем внимание на подстилку. Вот мы видим фекалий около клеточки, может быть. Также особое внимание обращаем на корень хвоста. Следующий симптом – это поведение теленка во время выпойки, насколько активно принимает теленок молочные продукты, или отказывается вообще, насколько выражен сальный рефлекс. Очень часто у теленка еще нет признаков диареи, так вроде хвост сухой и в клетке нет гомна, но теленок отказывается пить молоко или плохо пьет молоко. Нужно обратить внимание, возможно, скоро у него начнется диарея. А также нужно обращать внимание на ведра. Если вы разливаете молоко или заменитель молока по ведрам, нужно потом обязательно обойти, посмотреть, или в некоторых ведрах не осталось молоко. Это тоже может быть признаком или уже наявной диареи, или диарея, которая будет. Одним из признаков является также оценка поведения, или теленок лежит, если он стоит, насколько он активный, или наоборот угнетен. Оценивают также дыхание. Сейчас мы поднимем теленка. Если теленка тяжело поднять, он лениво встает, это один из плохих признаков. Если теленок вообще не встает самостоятельно, это уже проблема. То есть теленок встал. Обращаем внимание на уши. Вот обычно, если сильная степень обезваживания, уши бывают опущены. Голова опущена, уши опущены. Спина изогнута. Ну, в данном случае теленок с небольшими усилиями поднялся. Вот, уши вроде бы у него нормальные. Переходим к следующей оценке. Это оценка глаз. Оцениваем глазные яблоки или степень энофтальма. Потому что при обезваживании мы наблюдаем энофтальм. Глаза западают. И степень западания глаз тоже говорит многое о обезваживании организма. Ну, у данного теленка, вот видим, здесь не наблюдаем энофтальма. Опасным является энофтальм, когда западение глаз при измерении в уголках больше 2 мм. Следующим методом оценки обезваживания является оценка степени разглаживания кожной складки в области шеи. Эта методика является достаточно эффективной и состоит из такой оценки. От 2 до 6 секунд это утрата около 8% жидкости. Больше 6 секунд это утрата около 10% жидкости. Проведем измерение. Берем секундомер, собираем складочку в области шеи. Собираем. Пускаем складку, нажимаем секундомер. И смотрим. Вот, складка около, это около 4 секунд. Время потратил, чтобы перевести руку на мобильник, вышло 6 секунд, но складка расправилась быстрее. Около 4 секунд. Значит, ориентировочно это до 8%, может быть, процентов 6-7. Еще одной оценкой, которая оценивает степень обезваживания теленка, является оценка состояния дёси. У нормального животного без признаков обезваживания дёсна должны быть розовые и влажные. Если дёсна белые и сухие, значит, это около 80% обезваживания. Давайте проведем оценку у нашего теленка. Итак, мы видим, у нас дёсна влажные и розовые. Означает у нас до 8%. Ну, так как и тест со складкой нам говорил около 6-7%, так же и тест с дёснами. И так же тест по глазам. Все указывает на 6, примерно 6-7% потери веса тела в виде влаги. После того, как мы установили диагноз и степень обезваживания организма теленка, мы должны применить лечение. Ну, это антибиотикотерапия, если причиной стали сальмонелла или эшерихиаколи, или другие возбудители криптоспордиоза, например, эмерии. Ну, это отдельная тема. И сегодняшняя тема – это использование электролитов. Какие же использовать электролиты и какое количество электролита нужно задать конкретному теленку? Электролиты на рынке есть разные. Например, есть препарат, который мы будем сегодня использовать, называется «Электросол Орал». Также есть «Диар Стоп» и другие комплексные препараты. Про них это отдельно поговорим. А сейчас я хотел бы поговорить, как определить, какое количество электролита нужно в сутки дать теленку. Значит, согласно инструкции к препарату, препарат задается 2,5 мл на литр жидкости. Это или перекопеченная вода, или лучше использовать чай. Мы используем чай. Для того, чтобы определить, сколько нам нужно задать теленку этой жидкости, нужно измерить массу тела. С помощью мерной ленты мы измеряем массу тела теленка нашего. Наш теленок имеет 41 кг. 41 кг масса тела теленка. Далее мы умножаем массу тела теленка на степень обезваживания. Степень обезваживания у нас какой был? Примерно 6%. Множим на 6 и делим на 100. Равняется 2,46. 2,5 литра. Фактически 2,5 литра нужно задать в сутки теленку. Если мы проводим двухразовое выпаивание, это значит литр и 250 мл утром и литр и 250 мл вечером. Ну, соответственно, если вы трижды поете теленка, значит трижды. Это количество электролита, которое вы даете к тому количеству молока или заменителя молока, которое вы выпаиваете. Есть разные методики, подходы лечения диареи. Одни выключают полностью молочные продукты, другие оставляют определенное количество молочных продуктов и используют антибиотики и электролиты. Ну, это опять же отдельное видео, про это мы поговорим. А сегодня мы попрактикуем введение электролита. Значит, готовим электролит. Берем концентрат. Так, давайте. Добавляем 5 мл концентрата, это на 2 литра. Берем зонт. Почему мы берем зонт, используем зонт, потому что сального рефлекса нету. Теленок не хочет сам принимать раствор, поэтому приходится ему вводить его с помощью зонта. И далее берем чай. Чай можно готовить из разных трав, из люцерины, конюшины. Можно использовать черный чай и какие-то травы там особенные. Так, мы получили раствор электролита. Возьмем его, смешаем. Чай должен быть теплым. Далее, зонт перед этим дезинфицируйте обязательно. Храните его чистым, продезинфицированным. Присоединяете зонт. И если в сутки нам, напоминаю, нужно ввести около 2,5 литров, то мы вводим сейчас литр и 250 грамм. Немного более, чем пол этого бачка. Остатки используем вечером. Но, если вы развели электролит, более чем один день его нельзя сберегать. Продолжение следует... Друзья, не беспокойтесь, если вы ввели больше электролита, это не страшно. Главное, чтобы вы не ввели меньше электролита, потому что вы не сможете восстановить водно-электролитный баланс у теленка.